У нас часто учатся крупные организации. Также к нам можно прийти учиться как физическое лицо для себя, для повышения своей квалификации, то есть вне зависимости от организации, от компании отдельно. Мы постоянно развиваемся, стремимся быть лидерами на рынке, постоянно развиваем наш каталог курсов, постоянно актуализируем и обновляем наши материалы. Также не могу не сказать о наших тренерах. Наши тренеры – это практикующие эксперты в своей области, у которых огромный опыт и в обучении, и в практике. Ну и следующий слайд, на котором представлены основные направления нашего обучения. Но я хочу вам быстренько, вкратце рассказать о нашей программе, о нашей новой гибридной программе «Джава-разработчик уровень специалист», которая стартует 30 мая. Она рассчитана на 5 месяцев и немного пробегусь по ее форматам. У нас три формата обучения. Первый формат – самостоятельный, когда выдаются права, выдаются теоретические материалы, и вы в системе дистанционного обучения самостоятельно обучаетесь. Также второй формат – это практический. Тут добавляется обратная связь от тренера. В программе курса будут каждые две недели примерно практически сессии с тренером, когда вы будете разбирать домашние задания, будете получать ответы на ваши вопросы, которые возникнут при самостоятельном изучении материала. Также формат групповой. Если, допустим, вам не актуальны какие-то модули, вы можете выбрать свои, выбрать, вернее, из тех, которые вам будут более интересны. Но могу сказать, конечно, что тут пропадает возможность именно в решении тех заданий. То есть пропадает, если вы выдергиваете какие-то модули, конечно, те задания, рассчитанные на полную программу, они у вас будут оставаться немного под вопросами. Поэтому, естественно, вы не будете сдавать дипломную работу, и поэтому не получите диплом. Хочу сказать, что при покупке формата практического вы получите диплом о профессиональной переподготовке. В случае покупки самостоятельного группового формата вы получите удостоверение о повышении квалификации. Могу сказать, что после вебинара вы получите презентацию, на которой ссылки будут кликабельны, поэтому можете пройти по этим ссылкам и более подробно самостоятельно почитать об этой программе, а также ознакомиться со всеми нашими курсами, которые, в свою очередь, уже запланированы. Ну и передаю слово нашему спикеру, преподавателю международного уровня Игорю Судакевич. Игорь, вам слово. Сейчас видим презентацию на весь экран. На весь экран. Отлично. Просто у меня все пропало с экрана, и я ничего не вижу. Так, ладно. Прошу прощения, просто мне не знаком этот интерфейс, но ничего, мы справимся. Итак, я хочу рассказать вам поподробнее, что из себя представляет наша программа. Она, вообще говоря, довольно уникальна и весьма специфична, но всему свое время. Итак, как у всего на свете, у нашей программы имеется своя цель. Разумеется, мы хотим готовить Java-разработчиков, но уже мы хотели бы видеть в качестве наших курсантов ребят, у которых имеется уже определенный опыт, так называемый уровень junior, базовый. Из чего он состоит, мы об этом сейчас поговорим. И как совершенно правильно отметила Аня, наша программа позволяет избирательно повышать квалификацию. Ну так вот, мы считаем, что она хорошо подойдет ребятам, которые представляют из себя. Отодедакты, как говорят французы, те, кто самостоятельно занимается. Конечно же, студенты, аспиранты, школьники, все, что хотите. Люди, которые учатся, по сути дела, профессионально. Ну и, конечно, было бы очень здорово, если бы нашими курсантами были уже ребята, которые имеют опыт работы именно в IT-отрасли и работают с Java, ну, порядка там года. Это не критично. Ну, желательно иметь определенный опыт. Желательно. Продолжительность программы строга. Не то, что строга. Она индивидуальная. Но мы рассчитываем, что 4-5 месяцев это будет очень и очень неплохо. Да. Вообще говоря, материал серьезный. Во многом он перекрывает даже университетские программы. Но мы не касаемся теории. Практически никому не нужно, если так честно. Мы просто долбим и долбим, откровенно говоря, практические вопросы. Но работа ожидается вполне серьезной. И нужно подойти к этому, будет ответственно. То есть восхождение ожидается и сложненьким, и, конечно же, очень-очень интересным. Мы на это надеемся. А приори у нас имеется определенное постулируемое допущение. А именно, мы считаем, что наши курсанты для хорошего, прочного усвоения наших тем должны обладать более-менее уверенно, ну, по крайней мере, фундаментальными знаниями, ну, хотя бы в области синтаксиса для начала. Какие у нас имеются типы? Их всего два вида. Там ссылочные, допустим, примитивные и так далее. Какие операторы используются в нашем языке? Как работают с циклами? Работа с массивами? Отсюда вы видите, что здесь речь идет о том сегменте, который называется императивное или процедурное программирование. Ну и, конечно же, поскольку Java язык объектно-ориентированный, мы хотели бы, чтобы наши курсанты владели основами ООП. Вот это загадочное четверхбуквенное слово, если переставить, прямо паника получается. Легко запомнить, на самом деле, абстракция, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Базовые идеи и базовые понимания этих идей. Чем перегрузка метода отличается от его переопределения? Какие у нас абстрактные дата-типы? Их вообще-то всего два. Это абстрактные классы интерфейса. Механизмы обработки исключений, практически основы. Что такое принципы программирования? Ну, в частности, dry, don't repeat yourself. Yagney, you ain't gonna need it. Или тот же solid, знаменитый пятизвенный принцип. Ну, такого вот уровня. Что такое шаблоны проектирования? Простые темы. Не надо углубляться очень-очень далеко. Надо просто понимать, о чем идет речь. Всего лишь навсего. Избранные классы стандартной библиотеки. Вообще говоря, такие классы, без которых были менее приличные приложения, и не напишешь. Ну, вообще ничего не будет работать. Надо понимать, что такое стринговые объекты, тексты. Как работать без текста? Непонятно. Коллекции. Самые простые и самые популярные. Парочка буквально. Класс систем, без которого, в общем-то, и в консоль ты ничего не напишешь. Утилитарный класс для работы с массивами. Классы оболочки. Чуть-чуть совсем. Ну, консольный вот вывод. Ну, как передать аргументы командной строки с клавиатуры? Ну, как это сделать? Всего лишь навсего. Как выплеснуть в консоль? Ну, и поскольку мы работаем все время с файловой подсистемой ввода-вывода, ну, как прочитать файл? Как его записать? Более того, в рамках нашей программы мы к этим вопросам возвращаемся и заново их утюжим. Причем довольно плотно и очень хорошо, надо сказать. Особенность такая. Мы хотим, чтобы наши ребята пришли на нашу программу, уже владея в определенной степени инструментарием. Вот, перечислено много. Не надо у такого ужаса. Ничего подобного. И речь идет о самых-самых основах. В системе версионности знаменитый гид. Чуть-чуть. Без сборщика проекта современный проект и не составишь. Чуть-чуть. Модульные тесты, без них мы код вообще не пишем. Тоже немножечко. Что такое Чавы Бины? Иметь общее представление. Как ведется журналирование? Ну, если знаете, по большому счету можно чувствовать себя спокойно, потому что ничего страшного не будет, если вы будете только уметь писать модульные тесты. А там делать нечего. Ребенок из детского сада. Ну, наверное, это специальный детский сад Новосибирской академии наук. За 15 минут возьмет эту тему. В буквальном смысле. Я не преувеличиваю. Так что это основы. Просто основы. Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Ну, далее. Между прочим, то, что мы с вами перечислили сейчас, это даже суперсет, то есть супермножество тех требований, которые охватывают уровень сертификационный. Да-да-да, уровень сертификационный, вот такой область знаний, базовый. Это, вообще-то говоря, вот они перечислены на эти темы. Если вы захотите, после нашей программы вы можете сдать углубленно, потому что будете понимать и базовый уровень сертификации по вашему желанию. Никто вас это не заставляет делать. Это ваше личное желание. 50 вопросов на 120 минут. Интересная особенность. Ваше знание позволит вам сдать канонический оракловый экзамен, который называется OSEA, Oracle Certified Associate, или как его сейчас называют Java Programmer One. И плюс к этому у вас будут знания, вот альфа, бета, гамма и так далее, инструментарий. Потому что у Оракла нет вопросов по инструментарию. У него корный Java, по сути дела. Специфика нашей программы состоит в следующем. Она носит вот такой вот характер. Наверное, будут сильно мучить. Ничего подобного. Просто умные слова для умных людей. Так мы выразимся. Что такое синхронный подход? Да это знаменитые муки, о которых знают просто все. Это онлайн-платформы для асинхронного обучения. Асинхронный означает сам. Не надо ходить в аудиторию. Сам занимаешься в удобное для тебя время. У нас в России тот же Закилбокс и так далее. Ну и, конечно же, наш учебный центр, разумеется. А гибридность в чем состоит? Гибридность – идея такая. Если человеку какая-то трудность встречается, то, как говорится, Чип и Дейл спешат на помощь. Вот именно в такой... Ну, почти в такой вот форме это будет реализовано. Ну, а если серьезно, гибридный подход реализован на флагманских платформах муковских онлайнов Курсера или LinkedIn Learning. Ну и, конечно же, у нас в учебном центре IBS тоже. А представляет из себя следующее. Если нашему курсанту как-то станет тяжело, в программе возникнут сложности, то он может сразу рассчитывать на помощь, в частности, так называемых ассистентов-преподавателей. Мы ожидаем, что выпускники нашей программы будут привлечены к нашей работе, ну, соответствующими возмещениями, скажем так, и будут помогать. Это называется teaching assistant, ассистент-преподавателя. Далее у нас будет, естественно, форум, где ваши же одноклассники, сокурсники, так мы их назовем, могут свободно вам помогать и обмениваться своими мнениями. И плюс к этому то, чего, в общем-то, никто не делает. Потому что вот этот подход реализован, а вот этого практически вы нигде не найдете. В рамках нашей программы вы будете пользоваться помощью непосредственно инструкторов. Это вообще серьезная вещь, на нее практически никто не идет, потому что она налагает большие обязательства на наш преподавательский состав. Но, тем не менее, какие же выгоды от таких подходов? Ну, пять канонических, которые связаны с тем, что у нас обучение онлайновое. И оно, в общем-то, асинхронное в том смысле, что человек сам выбирает себе скорость обучения. Верно? Верно. И плюс две особенности. В частности, доступ к инструктору, эксперту по такому-то направлению. Ну и плюс то, чего не делает никто вообще на всей нашей несчастной планете. Мы специально разработали нашу программу для того, чтобы она была фундаментом, позволяющим сдать сертификационный экзамен уровня специалистов. Ну и, разумеется, базовый уровень тоже, поскольку он входит как бы фундаментом для этого. Привязка к сертификации. Мы об этом поговорим. У нас это еще впереди в нашей презентации. Ну так вот, сейчас нужно поподробнее рассказать, что вложено в эту программу. Я буду говорить теперь помедленнее. Вот эти семь основных тем. Если вот так вот их навскидку посмотреть, ну да, ООП, функциональный подхнув, трейнборг. Знаете, это вообще-то выглядит вот так вот. Это серьезная нагрузка. Мы не преподаем теоретического фундамента с формулами, с математикой, дискретной теорией вероятности, комбинаторией. Этого нету. Этого нету. Алгоритмы мы не преподаем. Практику. Как писать код? И почему это делается именно так? При каких обстоятельствах можно заменить одно на другое? Для чего все это самое главное понять? Зачем мне все это надо? Мы очень подробно объясняем. Зачем, когда, при каких обстоятельствах, что делать? Ну так вот. Если я сейчас часть этих строчек переставлю, тоже интересный, между прочим, нюанс. То мы получим четыре подпункта, которые не что иное, как полное содержание сертификационного экзамена, канонического, ораклового, профессиональной ступени. Владея знаниями и навыками, которые дает наша программа, вы запросто, ну хорошо, с определенными трудностями, как всегда, жизнь так устроена, но вы все-таки можете пойти и сдавать экзамен профессионального уровня, сертификационный. Тот самый, о котором так и говорят. Это тот еще зверь. Все очень серьезно. А мы ничего в шутку не преподаем. Ну так вот. И это часть нашей программы. У нас есть еще дополнительные фичи, которые не преподаются в том же самом оракловом университете. У них тоже есть подготовка к сдаче сертификационного экзамена, но настолько сокращенная, что у них даже сертификационный экзамен специализированный. Ну такой детский, детсадовский экзамен. Вот. А мы еще сюда вдогонку добавляем фреймворк Spring. Ну не все модули, вы сами понимаете, их там 20 штук. Ну как это можно охватить? Минимум 20 современной. Вот. База. База, база, база. Без чего нельзя. Что такое REST-подход, архитектура? Ну и вспомогательный инструментарий. А теперь, чтобы вы понимали, что мы не пытаемся, как говорят, впарить кота в мешке. В долой котов, тем более в мешках, поподробнее о каждой из заявленных тем. Поподробнее. Это отдельные сегменты, блоки учебные, так называемые. Вот возьмем самые первые. Его поподробнее разберем. Остальных там, может быть, не так подробно, потому что, может, времени не хватит. Посмотрим. Итак. Объектно-ориентированный подход в связке с функциональной парадигмой, с функциональным подходом. Что здесь будет? Продвинутый дизайн классов. Вот вы здесь встречаете то же самое слово «паника», только перевернутая. Да, там инкапсуляция, полиморфизм. Вроде я это знаю, можно так сказать. Мы разбираем нюансы. Там интересные есть нюансы. Вот. В той же степени вот немутируемость и так далее. Мы поговорим о новых фишках, которые появились в интерфейсах. Освоим, хорошо освоим внутренние, или иногда их называют статически вложенные классы. Мы поговорим об enumeration types, перечислениях, финансики так называемые. И это будет база, часть базы, фундамента. Вторая часть будет называться generic или настраиваемые, обобщенные, дата-типы. Весьма болезненная тема. После нашей программы вы будете смеяться. Ну, может быть, смех будет сардонический, местами истерический. Но вы будете точно знать эту тему. Я вам гарантирую. Что такое дженерики и как их побороть. На самом деле бороться не надо. Они очень здорово помогают. Поговорим о структурах данных флагманских, которые у нас в Java официально называются словом коллекция. Да, и в Python тоже самое. Структуры данных. Окей. И это не просто будет разговор, а это будет подробное освоение. Каждую стрелочку, каждое пятнышко на этой диаграмме. Безусловно, это, кроме шуток, вот этим механизмом надо владеть, чтобы сдать оракловый канонический экзамен профессиональной ступени. Ну и, разумеется, у нас тоже. Никто вас не заставляет, еще раз подчеркиваю, сдавать этот сертификационный экзамен. Но знания вы получите и вот в таком вот объеме. Каждую стрелочку обсудим. Зачем она здесь стоит? Что она означает? Каждый квадратик. Почему так? И самое главное, почему это мне надо? Вообще, зачем мне это надо? Увидите, зачем это надо. Или прямо будем обсуждать темы, которые выносятся на сертификат. Бокс не сертификации при приеме на работу, так называемое техническое интервью. Гарантирую. Прилетит только так, что называется. Вопросик. Как подобрать себе правильную структуру данных? Коллекцию, как мы ее называем в джаве. Вот такую секунду задачи. И это только, я не знаю, сотая доля процента темы, которая у нас будет здесь, в этом блоке. Ну так вот, продолжаем. Потом мы перейдем и в полный рост возьмем. За талию, значит, возьмем функциональную парадигму. Что такое лямбдовыражение? Канонические формы. Они разненькие, знаете, бывают. Что такое ссылки на методы? Тоже там четыре канонические формы. Что такое встроенные функциональные интерфейсы, функциональные пайплайны, конвейеры так называемые? Мы поговорим об тех операциях флагманских, которые на этих конвейерах используются. Можно сейчас задать себе вопрос, зачем мне это надо? Если бы вы только видели счастливые лица людей, которые освоили эту технологию. Потому что становится ужасно удобно писать, читать. И самое главное, модифицировать, тестировать код. Почему? Как так получилось? Увидим, как так получилось. Поговорим о знаменитых редукторах, агрегирующих операциях. Мутирующих, не мутирующих. Мы поговорим о параллелизации на этих конвейерах на основе рекурсии. И рекурсию добьем так, что вы будете ее знать очень хорошо. Все это будет. Будет. Но это только кусочек того, что мы предлагаем. Поговорим о флагманских нововведениях. Ну, частности, до 11-й версии. Потому что Java – язык вовсе не состарившийся. Уберем слово «язык». Технология. Технология не состарившаяся. Она очень молодая. Она постоянно обновляется. Огромное количество замечательных вещей. Сразу все не освоишь. Поэтому поставили себе задачу до 11-й версии. Включительно. Ну, правда, выкинем отсюда. Конкретно из этой нашей программы выкинем тему модульной системы. Специфическая тема. Пожару для уровня «синер». Может, она подойдет. Но ее можно будет упомянуть в качестве факультативной по желанию. А другие вещи, как контекстно-зависимость, ключевое слово «ворд». Тому подобное. Синтаксический сахар в интерфейсах, коллекциях. Интересные будут вещи. Гарантирую. Будет просто приятно и легко писать код. Да. Жизнь будет становиться все лучше и лучше. Ну, и немножечко освежим свои знания в области паттернов проектирования. Все подряд-то брать не будем. Нет. Те, которые нам просто нужны. И подойдем мы к ним не абы как, а прямо в коде. Упремся в место и скажем себе. «Слушай, здесь вот такая фишка. Здесь очень хорошо будет работать вот такой-то паттерн, чтобы было понятно, почему вам эти паттерны нужны. Все брать не будем, но штучек пять рассмотрим, которые будут хорошо вам помогать потом в жизни. Далее. Чем же мы будем пользоваться, чтобы все это осваивать-то? Вот. Так называемые методические материалы. Видеолекции. 20 часов плюс кодовые базы. Презентации знаменитые. Для чего презентации-то вам нужны будут? Вы знаете, очень хорошо, что материал осваивается тогда, когда его начинаешь рассказывать кому-то другому. Помните знаменитая уточка у программистов? У меня, между прочим, тоже есть. Вот она, вот она уточка. Ей рассказываешь, и до тебя доходит. В чем дело? Нужно рассказать, и тогда глубже понимаешь. А, пользуясь такими презентациями, как такой вот линией, повествование, общий такой, гайдлайнс, но можно это сделать очень хорошо и эффективно. Лонгриды, модерновые, такое словечко всего лишь навсего текстовые файлы. Там будет теория, ну, довольно живым языком-то написанная, да, не какие-то-то ужасы математические, алгоритмические. Там будут кодовые сниппеты всевозможные, там будут тесты для самопроверки с ключами, разумеется, и с коротенькими объяснениями, почему так. Ну, и этот блок, практически каждый, ну, почти каждый блок завершается курсовым, так называемым, проектом. Ну, например, вот проект на 10 часов. Не надо впадать в панику. Это что же, я буду кодить 10 часов, что? Нет, 10 часов – это хронометраж очень, так вот, знаете, щедрый. На самом деле, более того, мы не предъявляем никаких претензий и говорим, ну, нет времени, силы, желания, вообще ничего не хочу. Девять вопросов в курсовом проекте. Не хочу, не буду. Ну, сделай, пожалуйста, два этого будет достаточно. Но это не 10 часов, ну, два-три. И так, знаете, в охотку левой рукой писать будете. Посмотрел ютубный ролик, почитал что-то еще, с кем-то посоветовался. Ну, что-то в таком духе. Без фанатизма, что называется. Да. И обратите внимание, это только первый блок. А у нас все, они все такие. Я же сказал, программа серьезная. Не на шутку. Поподробнее идея, какие у нас методические материалы и почему так. Вот скринкасты, опять новомодное слово. Видеолекции это, да? Лонгриды, текстовый материал, учебный проект. Посмотрите, схематически показана общая идея. Они не заменяют друг друга. Они пересекаются, ну, потому что обсуждаем общую тему. Но они друг друга не заменяют. Например, в скринкастах видеолекциях там и живой показ кода, там поподробнее расписывается в лонгридах, в текстовых материалах. Немножечко по суше, более формальные там и примеры другие. Ну, учебный проект вообще вещь особенная. Плюс не будем забывать, что у нас есть человек-невидимка, ресурс. Там Kitchen Assistant, ваши же сокурсники, коллеги. И плюс любые прочие ресурсы, которые нам только могут потребоваться. Теоретически или практически, неважно. Теперь второй блок. Мы же обещали рассказывать все по-честному, подробно, что там будет. Нюансы механизма обработки исключений. Проверка инвариантов. Наверное, далеко не все слышали о том, что такое инвариант, зачем его проверить. Сишники очень хорошо знают, что это такое. Но джиависты далеко не всегда с появлением модульных тестов о них как-то забыли. Очень красивая и элегантная механика. А, между прочим, я придумал сам Джошуа Блок. Так, на секундочку. Ну вот. Основы ввода-вывода. Подробно разберем эту тему. Ну а поскольку мы без файлов жить не можем, то у нас прямо в отдельную подъемку вынесена тема файловая. Вот вывод. Причем на флагманских современных дата-типах. Ну, семерочного уровня. То есть нормально. Хорошо. Модерновая сделана. Хроноклассы. Хрона API. Ну, он пришел на смену стареньким, поломанным вещам. Сейчас рекомендуется пользоваться именно этим. Восьмерки появился. Ну и тема, как научить наше приложение разговаривать с людьми на всех континентах. Идея так называемой интернационализации. Это принцип. А реализация, она называется локализация. В различных видах. Что такое ресурсные комплекты. Что такое локаль. Ну, такие вот вещи. Любопытные, кстати говоря. То без чего код современно не пишется. Анотация. А поскольку аннотации работают на механизме рефлексии. Чуточку затронем и рефлексию. Будет любопытно. И, конечно же, учебный проект. Ну, часов на пять, на шесть. Это обязательная часть. Она небольшая. Опять. Хронометраж очень щедрый. Если вы знаете, что делать. Это можно написать за сорок минут. Мы никаких претензий не выдвигаем. Спокойно работайте, чтобы нравилось. Вот. Ну, а если весь проект желательно сделать. Ну, там, двадцать часов. Тоже без фанатизма. Такая вот идея. Третий модуль. Очередной модуль. Знаменитая многопоточность. Тема очень болезненная, надо сказать. Да. Редкая птица долетает до середины Днепра. Знаю, что такое многопоточность. Сильно углубляться не будем. Но чтобы человек понимал, о чем идет речь. И после этого оценил, какую помощь дают готовые стандартные решения в нашей стандартной библиотеке. А то иногда и не ценишь работу своих же коллег. Мы поговорим об основах создания процесса. В частности, при помощи интерфейса. Ранабл, он ничего не возвращает. Колбл возвращает. Поговорим об экзегьюторных пулах. Это тема пятерочная. Ранабл, это Java 1.0. Колбл, это тоже пятерка релиза Тайга. Тигр, как его называют. Вышел порядка лет двадцать назад, скажем так. Что такое футурный контейнер тоже в пятерке появился. Какие проблемы с этим связаны. И по результатам, окей, по опыту преподавательской работы стало очень четко и ясно, что преподавание лучше этой темы начинать с разбора общего из теории современных операционных систем. Откуда взялись вот эти мохнатые ножки такие неприятные? Откуда все это взялось? Почему оно так работает? И почему оно отказывается работать? Мы и это рассмотрим. Далее поговорим о том, какие же конкретные решения для нас подготовлены в стандартной библиотеке и древние механизмы освоим. Что условия такой синхронайз, который лепится к методам или к так называемой критической секции. Что такое встроенные мониторные локи. Что такое атомарные классы из пятерки появились. Поток из защищенной коллекции. Как нам бороться с проблемами, которые приходят вместе с многопоточностью. Обсудим фреймворк, довольно известный в очень узких кругах. Фреймворк, название fork join. На нем работают параллельные стримы функциональные. И мы оценим, насколько эта механика элегантна и мощна. Мы здесь добьем окончательно идею рекурсии. Проект будет очень интересный. Четыре отдельные подзадачи между собой не связаны. Вплоть до того, что мы дойдем до создания графического приложения. Да-да-да, появится такая возможность. Прямо демонстрирую вживую. Потому что все без обмана, как обещают. Прямо сейчас. Демонстрация визуализации алгоритма сортировки выбором. Вот так вот это будет выглядеть. Не хотите делать это? Не надо. Потому что мы тоже позволяем нашим курсантам из четырех примеров решить только два. И эти два примера можно написать за 20 минут. А потом подумать. Что-то придумать свое. Далее. По фреймворку Spring. Ну, тут уж многого рассказывать я не могу. Потому что тема серьезная, богатая тема. Но какие у него основы. Что такое IOC-контейнер? Боже мой, что это? Inversion of control. Причем тут dependency, injection. Что это такое? Как оно работает? И почему оно так работает? Зачем оно так работает? Может, не надо? Потом выяснится, что очень надо. Мы поговорим о том, какая помощь для создания Spring. Проекта существует. Знаменитый Spring Boot модуль, который берет на себя огромное количество работы. По потягиваем зависимостей. Удобно стало жить. Вы знаете, удобно стало жить с ними. Мы поговорим о том, как ведется работа с базами данных. Мы не будем осваивать SQL или SQL, как его называют. Нет. Общие принципы. Что это вообще такое? Почему базы данных, например, называются реляционными? Как к ним подключаются? Какие для этого существуют механизмы? Как мы их вообще-то юзаем, эти базы данных? Мы поговорим даже о том, что такое REST-архитектура. Потому что, да-да-да, мы уже будем писать в этом блоке с вами веб-приложения. Самое настоящее веб-приложение будет. Спринговый проект. Обязательно это будет. Ну, а поскольку темы уже такие пошли серьезные, откровенно скажем, современные, без инструментария не обойтись. В частности, ГИД. Контроль версионности, кодовые базы. Поподробнее. Ну, без особого фанатизма, прямо скажем. Ну, поподробнее разберем. Потому что без ГИДа ведь в команде делать нечего. Надо же хранить кодовые базы и следить за тем, чтобы они не разваливались, устанавливались при необходимости. Сборщики проекта. Мэйвен. Наиболее популярный. Ну, 80% ниши он занимает. Ну, новомодный Гредл. Хотя какой он новомодный? Лет 15 уже. Юзы. Заходите. Гредл. Хотите Мэйвен. Обязательно. Никаких проблем. Ломбок, который снимает, знаете, такую вербозность языка. Написал одну коротенькую аннотацию. Она заменила вот столько текста. Окей. Что такое continuous integration, continuous delivery? То есть кусочки уже девопсы возьмем. Зачем это нужно? Контейнеризация при помощи докера. В общем, инструменты современные. Что требуется от современного чава-разработчика, тем более, когда он работает в корпоративных условиях. Там же приложение промышленной категории, понимаете? И так просто, даже засучив рукава, трогать ее не дадут. Это делается при помощи специальных инструментов. И вот особенность. Фишка. Связь нашей программы с программой сертификации. Вот идея выглядит таким. Разбирать ее не надо. Ну, посмотрели, кивнули головой и ладно. Идея общая такая. Программа модуляризованная. Можно выбирать себе кусочек и сдавать экзамен именно такого уровня. Будут выкатываться новые LTS-ные версии. Long term support. Последняя двадцать первая, как вы знаете, выкатывалась буквально в сентябре, скажем так. И можно сдавать кусочками. Мы предлагаем эту программу для сдачи сертификационного экзамена уровня специалист. Вот из чего он все стоит. А теперь внимание на экран. Вот то, что я взял в красную рамку, это канонический оракловый экзамен профессиональной ступени. OCP, Oracle Certified Professional, Java Programmer 2. И плюс альфа, бета, гамма, и там эпсилон догоняет. Потому что, видите, у нас половина программы еще про современный, востребованный, чисто практический инструментарий. А с желтеньким и красненьким показана идея такая, что кому-то Мэйвен не нужен. Он юзает грэдл. Ради бога. На экзамене можешь заказать себе комплексный обед с маленькой подкруткой. Можешь заказать себе грэдловые вопросики. Чуть-чуть. Не хочешь грэдл юзать? Ну, возьми, пожалуйста, себе кусочек про Мэйвен. 75 вопросов, 3 часа на сдачу. Если человек покажет, что он владеет вот такими знаниями, ну, это будет супер. Это будет просто откровенно супер, уверяю вас. Все будет очень серьезно. Практические навыки, практические знания. В таком вот духе. Ну, и, наверное, уже можно завершать. И здесь самое время упомянуть вот что. Да. И сказал это никто иной, как сам, да, Микеланджело. Идея в том, что если ставишь перед собой цель легко достижимую, мало того, что она не ценится никем, даже тобой, собственно, цениться не будет. Не в этом основная беда. А в том, что наступает состояние самоуспокоения. Ой, у меня получилось. Теперь я могу лезть на диван и лежать на нем год, два, пять. А время проходит. И проходит оно так, что его потом не вернешь. И в этом серьезная проблема. Поэтому задачи надо ставить. Нужно сидеть. Тянуться на цыпочках вверх, вверх, вверх. Такая вот идея. Ну и, конечно же, все знают фильм «Пятый элемент», где самый главный злодей, его играет Гарри Олдман. Буквально пять секунд. Там есть такое место. Вот оно меня очень-очень задевает. Я думаю, всех тоже. Если хочешь, чтобы что-то было, поди да делай сам. Сам, сам. А дел, вообще говоря, не в проворот просто. Потому что джава – это не язык, это даже не технология. Это целая экологическая система. Боже мой, чего в ней только нет. Мы не говорим, что современный тябор-разработчик должен владеть всеми этими механиками. Нет, нет. В IT принято по-другому. Знаменитые понятия. Т-образный специалист. Надо знать немножко, но обо всем. Чтобы понимать хотя бы, о чем идет речь. Чтобы хотя бы вопрос сформулировать своему коллеге. Помоги мне, что-то не догоняй я эту тему. И в какой-то узкой, может быть, а может не очень узкой, но все-таки области или под областью нужно владеть ею хорошо. Получается такой т-образный специалист. Вот такая вот идея. И мы очень-очень надеемся, мы предприняли все усилия для того, чтобы наша программа позволила нашим курсантам овладеть в значительной степени большим числом этих технологий. Не говоря уже про корную дьяву. Вот она в середине стоит, родная. И инструментариям тоже. Ну и, пожалуй, можно закругляться на этом. Игорь, спасибо. Мне надо снять растаренность экрана. Кажется, порядок. Окей. Так, сейчас попробую я. Прошу прощения за вид. Так, Игорь, спасибо еще раз. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите в чат. Отвечу Илье. Илья, вы не смогли подключиться, да, сразу же. В течение трех-пяти дней вам будет рассылка, рассылка записи, рассылка презентации, которую вот вы видите на экране. Поэтому все получите, просмотрите с самого начала. Итак, я расскажу про интересный бонус, о котором я говорила в начале. Сегодня мы предоставляем всем участникам вебинара пять бесплатных уроков для знакомства с нашей гибридной программой. Java-разработчик уровень специалиста. Вы познакомитесь также с системой нашего дистанционного обучения и в целом познакомитесь с программой. Повторюсь, все ссылки в презентации будут кликабельны, поэтому вы перейдете по ней. Здесь будет вся информация. Вы сможете записаться на демо-уроки, либо оставить заявку на полную версию программы. Так как программа стартует с 30 мая, у вас как раз-таки будет время познакомиться и начать обучение. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете в любой момент написать менеджеру в чат на нашем сайте, либо связаться с любым удобным для вас способом. Также нам очень важна обратная связь, поэтому я сейчас направлю в наш чат ссылку. Либо можете воспользоваться QR-кодом на экране и оставить свой отзыв о нашем вебинаре, описать свои эмоции, впечатления. Мы будем очень рады. Так, вопрос. На сдачу экзамена дается одна попытка. Александр, вы о каком экзамене говорите? Я про сертификационную, мне кажется. Да, Александр? А, про сертификационную? Или вы... Опишите, пожалуйста, более подробно. Мы ответим. Да, понятно. Ну, сертификационный экзамен вы можете сдавать до тех пор, пока его не сдадите. То есть у нас здесь такой же подход, как канонической, вообще любой сертификации, вообще в IT-отрасли. Хоть на Spring, хоть на ЧАО, на что хотите. На Linux, там, Compter есть такой экзамен. Сколько угодно раз. Но, если завалил экзамен, то, значит, нужно будет его вот заново покупать в ваучер, идти сдавать. Не на следующий день предусмотрен зазор, по-моему, двухнедельный. Но, вообще говоря, конкретные вопросы про экзамен сертификационный, по-моему, можно задать менеджеру. Где-то там на сайте учебного центра должна быть ссылка, которая ведет именно в эту нишевую этот вопрос, который связан с сертификацией. Ну, самый обычный подход. Вы можете почитать где угодно о том, как ведется экзамен у того же Оракла. У нас такой же подход, потому что он отшлифован буквально десятилетиями. Мы точно так же себя ведем. Еще какие-то вопросы есть? Учебный материал. Ну, это вопрос явно к нашему сейлс-менеджменту. Речь идет о наших методических материалах. Как я понимаю, сколько времени дается на скач. Мне там видеолекции, может быть, презентации всякой такой, кодовых баз. Не могу ответить. Я отвечаю за болты и гайки. Но я думаю, ответы есть на этот вопрос. Вы имеете доматериал. По какому курсу все-таки, который я рассказывал по нашей программе? Или все-таки материал по экзамену сертификационному? Учебный материал по сертификации. Загадочный немножечко вопрос. Я, честно говоря, распарсить не могу. Не догоняю откровенно. У нас нет учебного материала для сертификации. Для этого есть отдельная программа. Это не то, что мы сегодня обсуждали. Но, владея материалом нашей программы, вы можете пойти сдавать сертификацию. Если специально, вот прямо под сертификацию мне надо подготовиться. Для этого есть отдельные курсы, вообще говоря. Александр, вы можете написать в наш чат или просто связаться. Мы обратную связь сразу же дадим и проконсультируем по всем вопросам. Конкретно с вами индивидуально поговорим, учтем все ваши пожелания, проконсультируем. Поэтому обращайтесь в любой момент. Да, и можно будет подобрать оптимальный вариант специальный. Оп, специфировка. Ой, это интересный вопрос. Надо обсуждать. Я точно не могу ответить. Александр, повторюсь, напишите. Мы с вами свяжемся. И по всем вопросам мы проконсультируем. Повторюсь, опять же, запись курса будет у всех. И презентацию вы тоже получите. Спасибо. Так, ну, на этом закругляемся. Или еще какие-то вопросы? Александр, спасибо. И мы благодарим вас. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, что посетили, что зарегистрировались на наш вебинар. Остались до конца, прослушали. Да, уважаемые коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь. Обращайтесь по этим ссылкам со своими вопросами. Наверное, что-то придет в голову после нашего промо-вебинара. Пожалуйста, обращайтесь. Мы постараемся ответить на все, что только можно. Ответим обязательно. Конечно, без ответа вы не уйдете. Поэтому ждем вас на нашем сайте. Обязательно посмотрите. У нас много курсов как по джаве, так и по другим направлениям. Поэтому, Игорь, спасибо вам большое за материал, за интересный рассказ. Так что, поблагодарю всех. Наверное, будем прощаться. Да? Да, коллеги, спасибо. До встречи в киберпространстве. Всем привет. Держитесь. Думаю, мы с вами встретимся. Спасибо, Игорь. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.